Олег Анатольевич, добрый день. Здравствуйте, Сергей Александрович. Продолжаем наши беседы. Сегодня можем рассмотреть тему актуальную в плане развития нашего государства. Последние новости экономические и политические позволяют нам поставить вопрос о том, что ждет Россию. Интересно развивается у нас и страна, и вне государства происходят различные события. Как Вы считаете, что ждет нашу страну, наше общество? Вы знаете, такая постановка вопросов часто встречается среди кого? Среди футурологов. Есть целое направление, там бывают очень умные мысли возникают, они что-то предвосхищают. Ну как они это делают? Смотрят тенденции, которые идут в развитии, ну и экстраполируют эти тенденции на 10, 15, 20 лет, 50 лет. Довольно интересные получается. Но футурологи все-таки это не ученые. Они не рассматривают с точки зрения развития тех объективных тенденций в их взаимосвязи, в их целостности. То есть они выхватывают какие-то детали, какие-то фрагменты и такая интересная картина. Поэтому очень часто ошибки. Даже не просто ошибки, но где-то угадали, где-то не угадали. Для того, чтобы научно подойти к этому, а наука, она призвана искать истину, разумеется, необходимо использовать научный инструментарий, научную методологию, прежде всего материалистическую диалектику. Материалистическая диалектика и центром ее сердцевины является противоречие. И какой бы мы объект ни рассматривали, а общественные объекты, общество, это самый сложный объект. Это сложнее, чем отдельный человек. Это сложнее, чем какие-то естественные процессы, которые изучают физика, химия, астрономия даже. И вот в общественных науках рассмотрение противоречий очень эффективно, позволяет приблизиться к истине. А без исследования противоречий, без всего диалектического рассмотрения приблизиться к истине невозможно. И вот я полагаю, что нам необходимо именно с точки зрения посмотрения противоречия. Каково противоречие современной России? Ну, в этом отношении страны не отличаются капиталистические. У всех противоречия, да и не только капиталистические, это производительных сил и формы производительных сил, формы их движения, производственных отношений. У России, наряду с тем, что закономерности есть общекапиталистические, всеобщие для капитализма, есть свои особенности. Эта особенность связана с тем, что в России капитализм возник как отрицание социализма. То есть социализм, он, сейчас его нет, но момент вот этого отрицания в снятом виде, у нас присутствуют моменты. И социализм иногда даже в таком довольно-таки очевидном виде, например, далеко не во всех странах есть целостная пенсионная система. Она у нас слабая, у нас пенсии невысокие, но она есть. Далеко не везде, по сути, сохранены в виде страховой сейчас, конечно, медицины, но принципы бесплатной медицины. То есть у нас бесплатная медицина есть, далеко не во всех капиталистических странах, даже в тех странах, которые считаются развитыми, есть бесплатная медицина как таковая. Там в тех же Соединенных Штатах миллионы-миллионы людей не имеют страховки и, по сути, не имеют доступа к медицине. Даже кургентной, срочной медицине, скоропомощной медицине. Но сейчас необходимо для нашего рассмотрения не столько на этом остановиться, сколько на тех особенностях капитализма, которые вызывают обострение противоречия нашей стране. Посмотрите, что получилось в результате контрреволюционного переворота. В 1991 году он завершился. Политически он начался, как уже стало известно, благодаря исследованиям таких ученых, как Михаил Васильевич Попов. В 1961 году, с того, что в Советском Союзе коммунистическая партия в лице Хрущева и его компании отказалась от диктатуры полетриата и произошел политический переворот. Либо диктатура полетриата, либо диктатура буржуазии. Третьего не дано. Какого-то промежуточного просто нет и не бывает. Мы не говорим сейчас о диктатуре феодалов, которые уже это в прошлые века. А сейчас либо диктатура полетриата, либо диктатура буржуазии. Если руководящая партия отказывается от диктатуры полетриата, это означает, что начинается диктатура буржуазии. И начался постепенный переход к капитализму. Вначале он был незаметен. Конечно, на следующий день не проснулись, но в капитализме, конечно, в 1961 году нет. Так не произошло. Но и до этого, и до 1961 года происходили события, которые подрывали основы социализма. Те же, то, что уничтожили машино-тракторные станции. То, что убрали многие министерства, общесоюзные. Сделали в СНХ, то есть вернулись с 20-м годом, по сути, в системе управления была попытка. И много других причин. И это результировалось в том числе в расстреле рабочих в Новочеркасске. Как может диктатура политориата, государство диктатура политориата расстреливать рабочих? Владимир Ильич Ленин, когда его спросили о том, как быть, вот сейчас у нас советская власть, а рабочие бастуют. Рабочие возмущаются теми или иными событиями, недостатками. Он говорит, ну, два варианта. Либо вы правы, и рабочие возмущаются, да, вы должны пойти и объяснить рабочим. Либо, если рабочие правы, вы должны сделать то, что требует рабочие. Так должна действовать рабочая власть, которая не отрывается от масс. Так вот, в 61-м году начался переходный период к капитализму. Потом усилился в период реформ Косыгина, в середине 60-х годов. Ну, вот и в 91-м году завершился этот переход. Что получили в штате капиталисты? Которые же не приехали откуда-то, с Соединенных Штатов, из Луны, еще откуда-нибудь. Это свои доморощенные, бывшие комсомольцы. Некоторые из них даже были, многие коммунисты, бывшие. А некоторые из них сейчас говорят, у меня там партбиллер где-то лежит в ящике. Капиталисты так некоторые говорят. Мол, мы тут не все забыли. А в чем особенность? То, что закономерно в капитализме, мы в достаточной степени знаем. Это эксплуатация рабочего класса, эксплуатация рабочих, присвоение неоплаченного труда. И у нас в России, эта цифра теперь уже известна, несколько исследователей занимались, в том числе я, тем, сколько рабочих работает на себя в России. По моим подсчетам около часа, по подсчетам других ученых, Виктора Ивановича Галко, это порядка сорока минут на себя. Из восьми часов, а точнее говоря, из девяти с половиной часов. Потому что со сверхурочными у нас получается рабочий день девять с половиной часов. Сорок минут на себя. Я склоняюсь к тому, что товарищи правы, исследователи, кто говорит о сорока минутах, то есть меньше часа. А остальное время, это то, что производится рабочими в остальное время, достается капиталисту. Капиталист делится с государством в виде налогов, других платежей. На то, что существует буржуазное государство, естественно, необходимы серьезные затраты. Вот и получается, что капиталистам в России практически бесплатно достали средства производства. Помним всю эту бакханалию с так называемыми ваучерами, приватизационными чеками, которые там скупались, собираются. А так просто директору, главному бухгалтеру, главному инженеру, головке руководящей доставалась большая часть собственности. Просто так, изначально. Они имели право выкупить большую часть, каждый там чуть ли не по 5%. А если их там 6 человек, то, считайте, 30% сразу достается руководству. То есть, первое, средства производства достались практически бесплатно. В отличие от классического капитализма, например, в Великобритании, там в Соединенных Штатах, несколько модернизированный, был своеобразный, вернее, тоже с рабством, капитализм с рабством у них был. Там они накапливали. То есть, получали прибыль, значительную часть прибыли отправляли снова в производство, на развитие его. У нас такой необходимости у капиталистов не было. Получили практически даром. Сразу разбогатели. Сразу стали очень, очень, очень богатыми, как говорят, состоятельными людьми. Состоятельными в том смысле, что много присвоили. Это первая особенность. Вторая особенность. Рента. Я сейчас не буду рассказывать, естественно, теорию ренты. Интересующиеся, обращайтесь к капиталу Маркса. И по первому вопросу, и по заработной плате, и по прибавочной стоимости, и по стоимости рабочей силы. Ренту тоже присваивали. Та рента, которая должна была доставаться государству, потому что недра находится в собственности государства. Земля первоначально находилась в собственности государства, пока не стали распродавать. Очень критикуют Украину наши капиталисты там везде. Ой, землю стали продавать. Так в России это давно делают. Поэтому не знаю, что они критикуют своих собратьев. Потому что не им продают. А, ну да, согласен, согласен. Не им продают. И продавали вообще-то до 2014 года, да. Российский буржуазия немало собственности имела. Наверное, сейчас имеет вообще-то через какие-то. Через кого-то, да. Через какие-то. То есть рента. Это огромные, это огромные средства. Особенно в нефтедобыче есть рента по земле и сельском хозяйстве. Рента. Она получается на лучших землях. То есть затраты одинаковые. На лучших землях больше урожай. То есть больше доход, по-простому говоря. То же самое со скважинами. Если цена сформировалась такая, что используются скважины и на плохих участках, нефтедобычи, например. То на участках, где нефть самотоком идет, что ли, гораздо дешевле добывать. Там же получается дополнительный доход. Этот доход по всем законам развития капитализма должно доставаться собственнику земли. В данном случае должно доставаться государству. Потому что у нас недра и сейчас в Конституции написано, что недра являются собственностью народа. Ну, в форме, наверное, государства все-таки. Как-то народ это не всегда чувствует, что в собственности. Ну, и третий, наверное, самый решающий фактор, который обусловливает особенности российского капитализма, это подготовленная, профессиональная, высокопрофессиональная рабочая сила, рабочий класс. Низкооплачиваемая. Еще и низкооплачиваемая. Потому что в 90-е годы настолько, в конце 80-х, в 90-х годах, настолько опустили уровень доходов, что с этого уровня сейчас приподнималась заработная плата, но все равно она остается на очень низком уровне. Примерно в 3-5 раз меньше, чем стоимость рабочей силы. А стоимость рабочей силы, как известно, то, что необходимо рабочему его семье для полноценного воспроизводства его рабочей силы и в широком смысле всей семьи. То есть трое детей, муж, жена, квартира соответствующая должна быть, 4 комнаты как минимум, а то и 5 комнат. То есть каждому члену семьи еще и общая комната. Вот это вот, в таких условиях воспроизводится полноценная рабочая сила. То есть и отдых нормальный, лечение, спорт, транспорт. Все это, если включить, уже многие товарищи считали. Кому интересно, думаю, интересно очень многим, кто смотрит. Как мы сейчас рассматриваем проблему, что ждет Россию, это на сайте фонда рабочей академии можно посмотреть, какие подсчеты. Стоимость рабочей силы сейчас, денежные выражения, примерно по разным городам от 200 до 300 тысяч рублей в месяц. Это вот, многие говорят, ой, очень много, посчитайте, давайте, это арифметика, давайте посмотрим, посчитать конкретно можно. Давайте, опровергайте, смотрите, опровергайте какие-то позиции. Итак, вот эти особенности. Эти особенности капитализма сформировали его слабую продуктивность, его слабую эффективность. Если получили бесплатно ренту, средства производства, дешевая рабочая сила, эксплуатируй. И куда деньги девают? Куда девают материальный ресурс? Большей частью не вкладывают, потому что не привыкли вкладывать, потому что первые годы это не нужно было. А потом вот сформировался такой тип хозяйствования, что только эксплуатируй, получай, и потом разрушится фабрика. Ну, металл повытащим оттуда, сдадим на металлолом. Вот он уровень значительного числа наших капиталистов. Следовательно, и так уже около 30 лет эта тенденция очень сильная. Вот именно такого паразитического, капитализм в принципе паразитический, а это сверхпаразитизм, по сути дела. То есть почти что ничего не вкладывают, только получать, получать и вывозить за рубеж. А куда девать? Получается, а здесь не вкладывают многие, значит за рубеж по 200 миллиардов долларов каждый год. В течение 30 лет можете посчитать, сколько это. Еще необходимо добавить, что сюда пришел иностранный капитал. Ну, вы знаете, его звали, звали, звали. Он, конечно, пришел, ну, например, теперь АвтоВАЗ, это большей частью не российская компания, это Ниссан. Да, пришел, но больше пришел в спекулятивной форме. То есть поиграть здесь на акциях, на биржах других каких-то спекулятивных форм, потом чуть что сразу убираться, выводиться отсюда. И поэтому иностранный капитал, наверное, у нас все-таки не является ведущей, ведущей частью капитала. Все-таки, несмотря на то, что вот так развивался, такие особенности капитала, у нас сохранилась значительная часть производства. Часть производства развивается, я говорю, что все там разрушено, отнюдь не все. Идет эксплуатация. У нас около 26 миллионов рабочих в нашей стране, из них промышленно-заводских, фабрично-заводских рабочих, порядка пяти, по разным подсчетам, 6 миллионов человек. Это очень немалое. Это больше гораздо, чем в 1917 году. Гораздо больше. И вот эксплуатация идет, и у нас сформировано довольно серьезный государственный монополистический сектор, который составляет тоже по разным подсчетам от 30 до 50 процентов. Государственная собственность у нас находится от 30 до 50 процентов, и значительная часть монополистическая. Среди капиталистов, как в любом классе, существуют противоречия. Периодически мы видим, как эти противоречия проявляются. Российский правящий класс, буржуазный, имеет свои особенности. Давайте рассмотрим, в чем его особенности, какие основные противоречия присутствуют среди российских. Ну, основное противоречие, это противоречие буржуазии, которая зависит от развития производительных сил в нашей стране. Назовем ее отечественной. Ну, например, это предприятие военно-промышленного комплекса, это машиностроительные предприятия. У нас есть остатки, сейчас пытаются возродить микроэлектронику. Это очень пока еще в зачаточной форме, но это происходит. У нас есть определенное производство удобрений, производство полиэтилена, то есть химические производства. Есть транспортное машиностроение. То есть у нас есть часть нашей, прежде всего, промыли сельского хозяйства, в которой капиталисты зависят от успеха внутри страны, от того, насколько будет эффективно расти наше производство. Назовем это отечественной буржуазией. То есть это часть класса буржуазии. А есть компрадорская буржуазия. Компрадорская – это та буржуазия, интересы которой коренным образом связаны с зарубежными, с зарубежом находятся их интересы. И связаны прямую или косвенным образом с империалистическим центром, который находится, как известно, в Соединенных Штатах. Если раньше, перед Первой мировой войной, было несколько империалистических центров, то сейчас это один империалистический центр. Это Соединенные Штаты и их сателлиты, зависимые от них даже развитые государства, какие как Германия, Франция. Мы вот сейчас увидели, как у Франции просто так забрали подряд на несколько подводных лодок. Так, забрали, вот так понадобилось и перелезти из путь за другую. Так поступили, и что Франция? Франция все обиду проглотила, все дальше, все у них там отношения не порушились отнюдь, хотя там разные предсказания были. Вот это противоречие между отечественной буржуазией и компрадорской буржуазией. Если взять по истории развития, начиная с 1991 года, то вначале главенство компрадорской буржуазии было очевидным. Ее олицетворением было это руководство Ельцина, то есть Ельцина и его окружение. Это совершенно очевидно, то есть четкая работа. Там в министерствах сидели, в каждом министерстве сидели представители Соединенных Штатов. То есть прямым образом управляли, то есть даже нельзя сказать, что каким-то косвенным. Прямым образом управляем. Затем, когда кризис разразился 1998 года, в котором явно не справилась, эта компрадорская буржуазия просто потерпела фиаско, позвали того же Примакова, да еще и с членом КПРФ Маслюковым. Они поправили во многом. Ну и тенденции были такие. И буквально за год экономика стала восстанавливаться. А что у нас произошло? В середине 90-х годов по сравнению с 90-м годом падение в два раза. Во время Отечественной войны не было падения в два раза нашей экономики. Наоборот, с 1942 года экономика росла. Военная экономика прежде всего. Затем, вот в 98-й год, затем, как только немножко справились, компрадорская буржуазия, а, вы справились, ну хорошо, Примакова в сторону. Попытались вернуться компрадоры, но не очень у них получилось. И вот как раз период, один из самых длительных в истории России, периодов руководства одним человеком, ну, Василий Савельевич Станин долго руководил, вот президент Путин очень долго руководит, по сути, с нулевого года, чуть раньше он стал премьер-министром, с нулевого года, по нынешнее время, перерыв на четыре года, где он сохранял свое влияние. И вот этот период, это период очень своеобразного, многие не понимают, почему Калибани то в одну сторону политики, то в другую, то в одну, то в другую. На самом деле, это разрешается противоречие между компрадорской буржуазией и отечественной буржуазией. Одним из менеджеров этого разрешения противоречия, одним из медиаторов этого разрешения является Путин. И вот удается. А почему ему удается? Я полагаю, ему удается потому, что он следует за объективными тенденциями. То есть, если сейчас идет тренд на усиление отечественной буржуазии, то он следует этому тренду. Но он сохраняет, в то же время сохраняет определенные отношения и кадровые, определенные ресурсы, для взаимосвязи с компрадорами, взаимосвязи с зарубежом, с финансовыми центрами, разумеется, через таких людей, ну, говорят, почему Чубайс не потопляем? Ну, просто, скорее всего, это определенная связь через таких людей, как Чубайс идет, Чубайс, Греф, Набиулина, еще там целый ряд людей, тут все они известны и не скрывают своих, в общем-то, воззрений, называют их либералами, хотя красивое слово «свобода» от этого слова, слово «либеральное» происходит, да, там либерализма-то особо не видно, потому что там проглядываются корни влияния опералистический центр Соединенных Штатов, который не внушается тем, чтобы устраивать фашистские перевороты в той или иной стране. В нашей стране тоже, тоже и многим известно, 93-й год – это не что иное, как фашизм на экспорт или фашизм во внешней политике Соединенных Штатов Америки, которая в нашей стране проявилась. Потом, когда решили ту задачу, потом опять демократия, то, что на Украине, совершенно очевидная, ну, в Сирии попытка была, в Ираке это произошло, то есть тут Ливия, тут перечислять можно очень-очень-очень, начиная с Вьетнама, Корея, Вьетнам. Вот, то есть, это борьба именно компрадорской буржуазии, статичной буржуазии, и Путину, его окружению, системе управления удается, во многом удается это противоречие разрешать. Почему удается разрешать? Ну, во многом потому, что, наверное, остались еще ресурсы, те, которые советского времени, еще достаточно дешевая рабочая сила, еще рента не вся отнюдь собирается в государственный бюджет, не полностью изношен еще основной капитал. И, кстати, об основном капитале, тут необходимо сделать такую ремарку, мы об этом говорили, но об этом надо говорить еще и еще, до тех пор, пока это не начнет хоть как-то разрешаться. То есть, в интересах капиталистов, в интересах капиталистов, в интересах отечественной буржуазии, чтобы у нас то, что те средства, которые получаются в результате использования основного капитала, и которые концентрируются в амортизованных средствах, то есть, станок работает, допустим, должен 10 лет работать, каждый год, допустим, одну десятую, станок стоит миллион, значит, 100 тысяч, это амортизация. Она должна предназначить для того, чтобы восстановить потом, через 10 лет, купить новый станок. Так вот, у нас таких амортизационных средств за год примерно около 5 триллионов рублей. 5 триллионов рублей, это по скромным подсчетам, наверное, еще не все посчитано. Потому что здесь статистика очень слабая у нас в этом отношении. Что из этих 5 триллионов рублей используется для восстановления основного капитала, станков, оборудования, зданий, сооружений? Да примерно 20%, 25%. У нас не предусмотрено целевое использование амортизационных средств. Казалось бы, вот такой чисто экономически скучный вопрос. Ну что тут, какие-то амортизационные средства, какая-то бухгалтерия, тут ничего интересного, гораздо интереснее. О, давай, вперед, ура, бери власть, долой буржуи, и так далее, и так далее. А посмотрите, что это значит. Ищут инвестиции, вот инвестиций не хватает, еще чего-то. Да вот они лежат, эти инвестиции. Куда деваются вот эти 4 триллиона неиспользованных амортизационных средств? Да они за рубеж больше. В роскоши уходят, примет роскоши. Но сейчас уже многие там продают свои особняки, чувствуют, что-то паленым пахнет, видно. А просто за рубеж уходят. Хотя за рубежом тоже там горит у них. Да их просто большинство экспроприируют. Заберут у них эти деньги, просто у них забирают уже и будут забирать. Западный капитал мощнее, он, конечно, берет эту мелочь, по их мнению, но это не мелочь совсем, 4 триллиона рублей. Это те средства, которые, если эти средства поступали бы в экономику России каждый год, представьте, за 10 лет это 40 триллионов рублей. Это почти что два бюджета страны. И эти деньги должны поступать. А что для этого надо сделать, чтобы эти амортизационные средства поступали? Ну, принять ряд законов. Почему они будут работать, эти законы? Просто причинить, потому что это соответствует объективному развитию. В данном случае капитализма, да. Надо принять такое решение, что те средства, которые не используются, либо обращаются в доход государства и целевым образом попадают на инвестиции уже со стороны государства. Либо образуется государственный фонд амортизационный, в который все, что не использовано из амортизационных средств, допустим, по 2% годовых туда можно, туда забирают, не можно отдать, а забирают, а по 4% годовых или по 3% годовых отдают тем, кто развивает производство. Это же несложно все делается, можно еще массу вариантов придумать, как это сделать. Почему это не делается? Да потому, что на этом наставит компрадорская буржуазия. Ей не нужно, чтобы эти средства, огромные средства, по сути, происходят выкачивание ресурсов из страны. Вот представьте, если из страны каждый год выкачивается 200 миллиардов ресурсов на 200 миллиардов долларов. О какой эффективности, о каком развитии может идти речь? А если бы не выводились эти средства, если бы просто государственное регулирование установили целевого использования абориационных средств, да у нас были бы темпы роста, то за счет этого фактора минимум 4%, только за счет этого фактора. Второе, это слабость российского капитализма. надо сказать, что российский капитализм снова слабый. Он снова слабый. Вспомните, в каком звене рвется? В слабом звене. При огромной территории, при значительном рабочем классе, при значительных средствах, довольно мощных производительных силах, тем не менее, капитализм, именно капитализм, Россия сильная, как страна, а капитализм слабый. Почему? Не вкладывают амортиционные средства туда, куда положено, из прибыли, из того, что получается в итоге эксплуатация рабочего, большая часть не вкладывается в производство, а выводится из страны, либо тратится на предметы роскоши. И, соответственно, если Советский Союз раньше, раньше где-то 20% промышленного производства мира, то сейчас это около 2%. Это, конечно, это, конечно, слабость. И это не позволяет российской буржуазии серьезно укрепиться, и на отечественной буржуазии. И это подпитывает компрадорскую буржуазию. Вот эти все выводы по 200 миллиардов, это же идет через компрадора. Следовательно, это их укрепляет, такие средства огромные. Но надо понимать, что это отечественная буржуазия и компрадорская буржуазия, это вовсе не значит, что они вот отдельно как-то существуют, между ними какой-то там берлинская стена. Нет. Отечественная буржуазия тоже выводит средства. Но только выводит с нашего промышленного производства. Если компрадоры в основном за счет импорта, за счет того, что вывезли, допустим, нефть, продали по своему торговому дому по более низкой цене, а торговый дом за рубежом уже продал по рыночной цене, ну там целый ряд известных схем, по которым эти деньги уходят. Только легально признаются, что легально около 50 миллиардов уходит из страны в год. То есть слабость отечественной буржуазии, потому что нет последовательной, не решается руководитель, не то, что не решается, наверное, не может, потому что влияние компрадоров довольно сильное. Влияние довольно сильное. В экономическом блоке правительство, так называемые блоки, хорошее слово блок, вот сейчас вот подумал, блокируют, значит. Блокировали закон на стратегическом планировании, заморозили, ну заморозили, вообще интересно, засунули в холодильник и забыли, наверное, да, где-то в доме засунули, там или в правительстве и забыли про это дело. Вот это противоречие компрадорской отечественной буржуазии, это особенность нашей страны, и от этого зависит, куда и как, и что ждет Россия. Ну вот хорошо, а рабочий класс? Есть противоречие внутри рабочего класса? Конечно, есть. Я тут тоже полагаю, но не может, во-первых, не быть, то есть просто везде есть противоречие, не может не быть противоречия. И что это за противоречие? Это противоречие между коренными интересами рабочего класса, а коренные интересы рабочего класса в условиях капитализма, это чтобы зарплата была равна или больше стоимости рабочей силы, чтобы были условия труда, которые не мешают как минимум развиваться рабочему, а даже позволяют развиваться ему. Не только не мешают, но и позволяют развиваться. Это прежде всего нужен шестичасовый рабочий день, шестичасовая смена. То есть вот эта вот триада, по сути дела, заработная плата на уровне или выше стоимости рабочей силы, шестичасовой рабочий день в условиях труда. То есть условия труда должны быть развивающими, не ухудшающими здоровье. Сейчас трагедия страшная произошла. Это не первая трагедия, которая в шарте. Это же как это допускается такое? Да потому что сверхэксплуатация, сверхэксплуатация. Если была бы заработная плата очень существенная, значительная, ну такая какая надо. Шахтеров какая-то вопрос, какая должна быть зарплата у шахтера? Это не меньше двухсот тысяч. Это минимум просто. А с учетом рисков это триста тысяч. А раз триста тысяч это что? Это значит есть интерес замещать работников, которые сейчас идут в шахту, техникой. Сейчас роботы, это вон дети собирают роботы на уроках труда. Вот как называется сейчас не труд, к сожалению, по-другому называется технология всякие. Так вот, конечно, когда такая зарплата, тогда что? Тогда будет по сути тот, кто управляет этими машинами, он может получать и пятьсот тысяч тогда. И значительную часть подземной работы будут выполнять машины. Вот это правильно. То есть при увеличении заработной платы будет развиваться в нужном направлении экономика нашей страны. То есть как говорят так называемые либералы? Я говорю всегда, так называемые либералы. Как они говорят? А, зарплата повысится, увеличится инфляция. Да ничего подобного. Зарплата увеличится в соответствии с увеличением объема производства, увеличится объем товарной массы, да никогда инфляции не будет. Наоборот, дефляцию может быть даже. То есть в Японии дефляция происходила долгое время, а не инфляция. То есть коренные интересы, но у рабочих, да у каждого рабочего есть не только коренные интересы, есть интересы мелкобуржуазные, так называемые личные. Нет, в личном интересе есть и коренные, они составляют ядро личных интересов. Личный интерес это внутренние противоречия в личности, внутренние противоречия коренных интересов и интересов, ну, назовем это мелкобуржуазными. Сейчас попытаюсь обосновать. Вот советский развал социализма в Советском Союзе, он происходил на основе развития мелкобуржуазных отношений, тенденций. В каждом трудящемся в советское время, в социализме, есть интерес коренной сделать лучше, сделать качественней, сделать больше на основе роста произведения труда, улучшения условий труда и получить в результате от общества больше. в виде и зарплаты, и фондов общественного потребления, отдыха, спорта, физической культуры, санаториев, улучшения питания и так далее и тому подобное. Это коренной интерес, но был и мелкобуржуазный интерес. Дать общество поменьше, а взять от общества побольше. В крайней форме это воровстве выражалось, тащи с завода каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гвоздь, да, известно, пошло особенно в 70-е, 80-е года, раньше за это конечно язычок-то прищемили бы за распространение таких шуточек, да, вот, а потом это чуть ли не смех, юмор, чуть ли не со сцены. Вот, и вот эта мелкобуржуазность разрушала, разрушала коренные интересы, и когда она на уровне, вышла на уровень управления, в виде Хрущева и его комарильи, вот она начала происходить разрушения социализма во всей стране. А сейчас в чем мелкобуржуазность? Тут интересно. Получается, если тот же принцип, вот так назвать, дать поменьше, а взять побольше, развита сейчас мелкобуржуазность, если рабочий дает капиталисту поменьше, а берет побольше? Да нет, это во многом совпадает с коренными интересами, только в такой упрощенной форме это высказано. Да, надо меньше работать, меньше, 6 часов работать, а брать больше, свое, взять стоимость рабочей силы как минимум. Это не мелкобуржуазность. А что тогда сейчас мелкобуржуазность? А мелкобуржуазность это попытки и стремления, реализация этого стремления самому решить те задачи, которые стоят по выживанию рабочему, по развитию его, по развитию его семьи. То есть, когда сам да, я поработаю побольше, да, я возьму два часа сверхурочных еще, да, я там по 500 часов в год еще поработаю сверхурочно, по субботам, по воскресеньям, и тогда, оказывается, его час становится дешевле. Получается, он дает больше, а ему достается меньше. Чем больше закон такого экономически получается, больше работает в условиях капитализма, меньше получает. Вот такой закон. Это легко доказывается на цифрах, это Александр Владимирович Золотов замечательно это делает, просто показывает, как кто больше работает, тот меньше получает. В условиях капитализма так получается. И вот этот момент, он противостоит организации рабочего класса. Ипотеку взял, все, я теперь на ипотеку глаза такие, я теперь на ипотеку работаю, никакие организации, до меня, если что, выгонят, и так далее, и так далее. В то же время сейчас такие тенденции демографические, тенденции того, что рабочих рук дефицит обнаруживается. Вот вы заезжали в город, видели, рассказывали мне баннер, там уже одно из предприятий написало, все, 40 тысяч платим, раньше там 20 платили, 40 тысяч платим, все, мы теперь приходите к нам работать, они уже автобусы посылают по селам, там не знаю, уже соседние районы, привозят рабочих на свое предприятие. Нехватка рабочих. Вынуждены капиталисты повышать заработную плату, но это само не произойдет так автоматически, будут упираться до конца. Без нормальной организации рабочего класса, а получается организация рабочего класса противостоит не только жадность капиталистам, а противостоит вот эта вот мелкобуржуазность самого, так скажем, момент мелкобуржуазности у каждого рабочего, то есть я сам это сделаю, не нужна мне организация, не нужно собираться в профсоюз, я сам решу. Как решать? На двух-трех работах, есть отдушина поехать на севера, там чуть ближе к стоимости рабосил, тысяч по двести, сто пятьдесят, двести тысяч, это такая нередкая заработная плата и больше, чем двести тысяч. То есть вот эти моменты, они вот как раз есть такие поверхностные формы разрешения данного противоречия между внутри самих рабочих. Преодолеваются ли они? Ну, конечно, преодолеваются. Помогают в этом капиталисты своей упорной жадностью тем, что даже имея средства, не вкладывают их в производство, выводя значительные средства за рубеж или в предметы роскоши, средства роскоши. Поэтому здесь необходимо, чтобы было разрешение противоречия внутри рабочего класса через его организацию, коренные интересы все равно побеждают. Мы видим, что в Казахстане происходит и в нашей стране активизируется рабочий класс. Не достаточно пока активен, но активизируется. Итак, получается противоречие внутри класса капиталистов, противоречие изнутри рабочего класса. И кроме того, у нас еще рабочий класс за время советский период ну, наверное, отвыкло где-то организовываться против, за свои интересы. Ну, сейчас уже прошло 30 лет, уже были большие забастовки, успешные забастовки. Без этого развития развития, конечно, без этого, конечно, развития не будет. Вот это то, что есть условия предпосылки. Еще бы необходимо рассмотреть противоречия между разными классами, о которых мы говорим. коренной это самое основное противоречие рабочей конечно, естественно, классовая борьба. Классовая борьба, мы рассмотрели такие вот моменты внутри классовые, внутри классовые, конечно, борьба классов, она является, естественно, решающим двигателем общества, общественных процессов. И те тенденции, которые сейчас формируются, те сложности, которые во всем мире есть, оно все обостряет это противоречие. Обостряет противоречие и в России, и в других странах. В России во многом в особенности. Ни у кого такой истории успешного строительства социализма, создания социализма и развития социализма нет, как в нашей стране. Ни одна страна. В Китае, да, огромное достижение первая экономика мира. Но там переходный период социализма, там еще нет построенного, созданного социализма, как первая фаза коммунизма. Там еще мощные сектора противостоят капиталистически, коммунистически, мы об этом подробно говорили. В Советском Союзе в середине 30-х годов социализм был создан успешно уничтожил фашизм в огромной форме, то есть победа в Великой Отечественной войне, победа над японским милитаризмом. Поэтому это никуда не ушло, это осталось в нашем рабочем классе. Рабочий класс гордится этим, гордиться недостаточно. Нужно повторить, начинать повторить, поход на Берлин, здесь повтора не будет как такового, это будет в новой форме, в других условиях, но это все равно будет неизбежно. Это ход исторического процесса, никто его не остановит, никакая личность, никакие классы, никакие подклассы не остановит, потому что это объективно. Неизбежно идет обострение противоречий нашей стране, как я уже говорил, слабость экономики, с 2008 года у нас практически экономика стагнирует, не развивается. То есть чуть подъем, падение, подъем, падение. То есть если еще по объему производства в целом, мы еще не достигли, Россия не достигла уровня РСФСР 1990 года. Если посмотреть натуральный параметр, там по локомотивам, по сельхозтехнике, по большинству параметров за редким исключением, там по зерну больше несколько, по газу несколько больше, а так если взять по электронике, там вообще страшно просто, по производству автобусов, то есть гораздо меньше, чем в РСФСР в 1990 год, не говоря об СССР, не говоря уже о нашей огромной стране, у которой было почти что 300 миллионов человек. И вот это слабость с одной стороны, с другой стороны то, что у нас довольно сильный государственно-монополистический сектор экономики, то, что у нас большой рабочий класс, и он довольно-таки организован особенно в фабрично-заводские рабочие, то, что у нас сохранены и уже и развивается значительная степень промышленность, вот в Невиномыске развивается промышленность, не во всех городах происходит, в Невиномыске развивается промышленность, у нас больше 10 предприятий новых, есть еще и другие примеры, то есть если сейчас ситуация вот такая классическая, верхи не могут, ни за них хотят, то есть революционная ситуация, научный анализ говорит, что пока нет, но обострение противоречий происходит, обострение противоречий происходит, и что результатом этой борьбы неизбежно становится, результатом этой борьбы, борьбы классовой, борьбы внутри, внутри классовой становится формирование предпосылок к тому, что наступит через какое-то время, это будет связано с какими-то политическими моментами, с внешне, экономическими, даже вот сейчас всякими эпидемиологическими моментами, это обостряет же, вот сейчас посмотрите, какое обострение происходит, сколько демонстраций разных по поводу, это тоже экономика в основе этого все лежит, потому что люди не могут получать те средства, которые получали раньше, ограничения очень серьезные, все это происходит во всем мире, кроме того, Россия же, она не изолирована, отнюдь, никогда не была изолирована от всего остального мира, как не закрывая границы там по поводу ситуации с коронавирусом и прочим, экономика взаимосвязана, а посмотрите, значит, империороссийский центр отнюдь не так уж ослабел, он мощный в экономическом отношении, в военном отношении, продолжается рост экономики с восьмого года, когда у нас практически нет роста в России, в целом, в Германии, во Франции, происходит рост экономический, в Соединенных Штатах тоже рост быстрее, чем у нас, Россия по среднегодовым, по экономическим, по темпам экономического развития отстает, от среднем мировых отстает. На востоке, на юго-востоке вообще феноменальное развитие крупнейшей страны по населению в мире, Китая, китайской народной республики. И если кто надеется, что мы там, Россия будет жить за счет транзита Китай-Европа, ну, посмотрите на судьбу страны-транзитера Украины, которые на транзите во многом живут. Ну, что это такое? Оно нет, тут нет перспектив нормальных. То есть, что может, что произойдет? Тут, конечно, в значительной степени, пока, зависит, я думаю, пока, от того, как развивается борьба, не случайно, так много сегодня говорил, о борьбе отечественной и компрадорской буржуазии. Готова ли к тому, да, тенденция к усилению отечественной буржуазии, очевидна. Готова ли отечественная буржуазия к тому, чтобы, насколько она организована, насколько она не связана сама с компрадорской буржуазией, чтобы реализовывать те законы, которые, экономические законы по развитию страны. Насколько готова организационно, идеологически, экономически отечественная буржуазия к тому, чтобы, первое, нормально регулировать амортизационные средства и вкладывать, заставить капиталистов вкладывать их в экономику страны. То есть, повысить минимум до 4-5% рост экономики нашей. Причем, экономики реальные, промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Это прежде всего. Не виртуальные экономики, так называемые, которые экономикой вообще не являются. Готовы ли полностью ренту забирать государство? Да, часть забрали. Готовы ли остальное? Забрать и пополнить бюджет, где-то раза в полтора бюджет может увеличиться за счет этих факторов. Готовы ли к тому, чтобы заработную плату, да, вынуждено сейчас ввиду дефицита рабочей силы по отдельным направлениям увеличить заработную плату рабочую. Но готовы ли заработную плату вводить на уровень стоимости рабочей силы? Ответ, скорее всего, нет. Как показывает практика последних 30 лет, то, конечно же, нет. То есть даже если какие-то... Не, ну вот хорошо, первые 90-е ладо, там отечественная буржуизия очень слабая была. Сейчас она влиятельна. Даже если мы возьмем с 2008 года, мы видим, что нет. Потому что проблемы, даже, скажем так, ну, они не любят слово проблемы, они говорят вызовы, да, они осознаются. Речь идет о том, что необходимо усиливать роль государственного планирования, что необходимо улучшать положение трудящихся, что это все остается на уровне декларации, о том, что необходимо как-то там усилить суверенитет над чем-то, да, над своей экономикой, усилить развитие образования. Но все это ограничивается максимум... Да, сейчас правоохранение вообще-то. Да, правоохранение. Первую голову надо. Все ограничивается максимум полумерами какими-то. Соответственно, не стоит, как мне кажется, ожидать от нашей буржуазии каких-то прорывов. И тогда возникает следующий вопрос, вот к которому мы, по сути, и подводим. Следуя за объективными обстоятельствами, это не придумывание ни какие-то фантазии. А тогда что? Тогда, если не отечественные буржуазии, тогда кто? Кто в состоянии? В результате, когда обострение будет, обострение-то будет? Во-первых, неиспешно противоречие разрешается после их обострения. В результате обострения, не после, а в результате обострения. То есть оно не разрешится полностью, если не будет обострения. Вот противоречие обостряется. Отечественная буржуазия схлестнулась в открытом, скрытом схватке. Она и сейчас в схватке находится в открытой, в обостренной схватке с компрадорской буржуазией. Если отечественная буржуазия в этой схватке не побеждает, то кто победит? Либо компрадорская буржуазия, либо это миссия, миссия не очень правильное слово, миссия правильное слово, это хорошее слово. На плечи рабочего класса. Ну, давайте рассмотрим вариант компрадорской буржуазии. Она вроде бы побита в значительной степени, но хотят сохранять ключевые позиции, как мы знаем. Не случайно сохраняют, не потому что их выгнать не могут, а вообще-то может и не могут выгнать. Есть взаимодействие с... Не случайно, вот и санкции, вот иногда слушай, санкции, санкции, как посмотришь, эти санкции такие интересные, что не затрагивают коренных моментов. И поэтому хорохорились, хвастались, ой, нам идти в санкции, пусть больше их делают, нам все по плечу, что называется. Наверное, есть взаимосвязь в том числе с эпиросийским центром. Определенные договоренности, есть договоренности определенные, и нельзя рвать. Ну, кстати, советское правительство взаимодействовало с эпиросийскими центрами и маневрировало, и во время Великой Отечественной войны извините, с двумя мощнейшими эпиросийскими центрами союзничало. То есть, здесь, наверное, может и не надо рвать вот так вот все, но здесь какая опасность? Опасность в том, что компрадорская буржуазия, пусть даже сейчас ослабленная в некоторой степени, она пользуется максимальной поддержкой эпиросийского центра. А там сила громадная по сравнению с силой экономики. Удается сейчас поддерживать военные, ну, если не паритет, то, по крайней мере, мощь России. И это очень замечательно. Это, в принципе, успех. Хотя там много и пиара, конечно, но и реально мощные силы, по крайней мере, четыре тысячи ядерных боеголовок, которые созданы нашими великими предками, и которые сейчас дополняются, и ракетная техника, это подводные лодки строятся. То есть, да, действительно, это определенный успех. Но мы знаем, что не военным путем был побежден Советский Союз, а изнутри, так вот, это капрадорская буржуазия, используя мощь, финансовую мощь, экономическую мощь, пусть несколько пошатнувшегося, но и перероссийского центра, и очень несложно, разрушать несложно. Им же у отечественной буржуазии задача созидать, а у капрадорской разрушить. А разрушить всегда легче. Вот на Украине мы видели, что сделала капрадорская буржуазия. А Янукович, который был избран, по сути, назначен отечественной украинской буржуазией при помощи во многом тех капиталов, в том числе и российских, а в результате он качнулся в сторону капрадоров, потом увидел, как это страшно, качнулся обратно, и вот оно обострение противоречия, которое так обострялось, оно обострилось в такой крайней форме, дошло дело до войны. Гражданской войны. Как говорят. насколько она гражданская. Потому что тут возможно, что это борьба с фашизмом. Поэтому вот это самое страшное, что может ждать России, это очередная победа капрадорской буржуазии. И потом они уже не ошибутся так, как они ошиблись в том же Путине. Они во многом ошиблись в нем. То есть они надеялись, что он будет реализовывать дальше ельцинские тенденции, а Путин следовал объективному процессу, и раз отечественное усиливалось, ну, он тоже, так скажем, в эту сторону делает маневр. Поэтому, конечно же, то, что вы сказали, это не просто надежда, а это необходимость, чтобы рабочий класс чтобы рабочий класс в очередной раз спасал Россию. рабочий класс некоторыми любителями революционной фразы рассматривается как некая... некоторым хочется бороться за них, то это уже некие предпосылки, то, что называется. И при обострении ситуации внутриполитической либо внешнеполитической рабочий класс начнет действовать гораздо более активно. мы это наблюдали и в 17-м году, мы это наблюдали и по другим странам, например, потом уже германскому пролетариату Маркс писал о том, что отсталые нации в кризисных условиях очень быстро учатся за месяц, за годы. Сейчас у нас не отсталая нация. А у нас даже не отсталая. Да с такой историей. Да. С такими традициями, с такими возможностями. То есть вопрос наоборот, наверное, в наличии партии рабочего класса и в активном взаимодействии партии рабочего класса с трудящимися. Это во многом залог того, что будущее России в руках трудящихся. Это основание. Да, это основание. Ведь когда разрешаются противоречия, куда уходят? В основание. В основание, конечно. В основание. А затем существование, формы, ну и дальше, дальше, дальше. Это всё то, что следует за противоречием, за разрешением противоречия. И вот теперь от высокой патетики, правильной, правильной, но тут патетики, вернёмся снова к основанию. А что в основании? В основании борьбы рабочего класса лежит экономическая борьба. Вот некоторые обвиняют, что мы там за экономическую борьбу, экономисты, ну как это было раньше там обличали, большевики обличали экономистов, ну тогда извините, какое развитие было политической борьбы и экономической борьбы, и политической борьбы. Сколько забастовок, сколько сотен тысяч человек участвовало в забастовках перед 1905 годом, от 1905 по 1907 год, потом период межреволюционный, а сейчас несколько другая ситуация, действительно недостаточно активен рабочий класс. А с чего начинать надо? Начинать-то надо с самого начала, с самого основ, то есть экономической борьбы, а на основе экономической борьбы, на основе уже этой, успеха в этой борьбе, продвижений, даже на основе неудач и выводов из этих неудач, извлечения уроков из этих неудач, и из успехов тоже надо извлекать уроки. то есть экономическая борьба за что? За то, чтобы заработная плата приближалась к стоимости рабочей силы, это раз, за 6-часовой рабочий день, за условия труда, которые не ухудшают здоровье рабочих, позволяют нормально жить, тем более сейчас это вообще очень актуально, потому что пенсионный возраст увеличили до 65 лет, это, конечно, очень много, до 60 многие мужчины рабочие не доживают, вот посмотреть надо, сколько, вот надо исследования провести, попытаюсь найти эти данные, сколько живут рабочие, сколько по сравнению с другими слоями населения. Интересно, была бы статистика, крайне интересно. Ну, не просто ее наверняка найти, но надо поискать, вот прошу тоже тех, кто нас смотрит, слушает, чтобы помогли в этом вопросе, если такие есть, исследования, посмотреть действительно, сколько живут рабочие, пусть даже на отдельных предприятиях посмотреть, то есть на отдельных отраслях, то есть экономическая борьба раз, вот по этим трем направлениям, как бороться, естественно, организуясь, естественно, не просто надо хаять профсоюзы желтые, надо работать во всех профсоюзах, создавать рабочие секции внутри профсоюзов, если есть возможность создать свой большой профсоюз, надо создавать свой большой профсоюз, вступать в объединение профсоюзов, естественно, Федерацию профсоюзов России, вот, нет названия слова независимые, потому что на самом деле профсоюз должен быть зависеть от рабочих, а не быть независимыми, как это можно, что значит независимые, да похоже, сейчас многие профсоюзы есть независимые, но даже в этих так называемых независимых профсоюзах от рабочих нужно создавать рабочие секции, выдвигать свои требования, формировать коллективный проект коллективного договора, делать из него выжимку и, соответственно, пропагандировать и агитировать за то, чтобы организовывать борьбу за свои интересы. Это первое, но вспоминаем же историю на основании экономической борьбы возникли советы. Когда первые советы Иванова вознесли? На какой основе? На основе забастовочных комитетов. То есть забастовочные комитеты посылали своих делегатов городской совет, создали свой городской совет, который, по сути, стал властью в городе. Да, там была еще власть буржуазная, они ее не снесли тогда просто вот так говорят, да, но буржуазная власть вынуждена была считаться, а потом советы, уже в 17-м году триумфальное шествие советской власти, откуда оно взялось? Да, оно взялось на основе великого создания, великого изобретения, можно сказать так, российского рабочего класса, это же не большевики придумали советы, рабочий класс создал советы, большевики поддержали, помогли с организацией, большевиков, огромная заслуга большевиков, того, что они соединяли социализм с рабочим движением, вот в чем огромная заслуга, и дальше уже советы, да, советы, когда, хорошо, когда идет забастовка на предприятии, ведь забастовочный комитет это уже орган власти на предприятии, он определяет режим работы, он определяет выходить, не выходить на работу, как работать, в каких условиях, сколько часов, охрану, сохранение имущества, обеспечить охрану это имущество, чтобы потом не обвинили рабочих, что там что-то произошло с имуществом, которое пока не принадлежит рабочим, то есть, вот оно, вот оно основание, но не останавливается на экономической борьбе, естественно, создание советов, а это кто сказал, что совет незаконный, вот у нас где-то есть запрет в российском законодательстве создание советов, но у нас советов полно, ученый совет есть, запрещают ученым совет, Вузы обязаны иметь советы ученые, даже обязаны. Советы ветеранов, советы военнослужащих, женсоветы. Кто мешает? Будет совет делегатов от забасткомов. От фабрично-забастских комитетов. Хорошо, бастуют не все, допустим, в городе. Часть бастует, часть нет. Совет идет от забасткомов, а кто-то сформировал, а профсоюз делегировал. Сформировали профсоюз делегировал. Откажешь, что ли, ему? Да не откажешь. Вот он, совет. И, конечно, ключевым моментом является право совершенно это создание, развитие рабочей партии. Рабочая партия установления такая имеется. Рабочая партия России. И еще никто из оппонентов не удалось опровергнуть то, что это партия, которая находится в становлении, что она соединяет социализм с рабочим движением. Кто еще у проходных раздает газеты, в которых социализм прописан? Прописан. В интересах рабочих. Интересы рабочих выявлены и пропагандируются. 500, где по 50 тысяч тиражей. А если посчитать за год, так это за два года, то уже больше миллиона. То есть это и как только, вот заметьте, как только где-то забастовка, кто-то забастает, целый ряд организаций различных начинают заниматься, начинают кто-то, и от КПРФ приезжают, и от других каких-то организаций приезжают. Наши товарищи тоже не остаются в стороне, ну если они там находятся поблизости. То есть на самом деле рабочему классу решать судьбу России. Когда это произойдет? Хуже, если это придется делать после очередной победы Каппаратурской буржуазии. Тогда будет, конечно, тяжелее. Сейчас условия такие, что в принципе довольно благоприятны для развития рабочего движения в нашей стране. Кстати говоря, в рамках законов Российской Федерации. То есть здесь кто сказал, что не могут быть мирными события? Да, кстати, Октябрьская революция была... Октябрьский переворот был мирным практически. Да, гражданская война началась людьми, которые, собственно говоря... Так вообще не большевики... ...вернуть себе потерянные граждане. Большевики не начинали гражданскую войну. Да, конечно. Вот кто хочет в этом еще раз убедиться, но послушайте замечательные видеоролики Егора Яковлева. Замечательный разбор, прямо у Пыхалова хорошее есть про гражданскую войну. Конечно, начали контрреволюционеры. С империалистами. 14 стран. Тут он считает, что 18. 14 стран. Поход. Ниперлистический поход на революционную Россию. Если французскую революцию подавили при помощи германского милитаризма, великую, ну, Парижскую коммуну. Парижскую коммуну, да. Французы подавили, но рядом стояли войска-то германские, то нашу революцию не задавили, победоносно завершилась, и был построен, создан, правильно сказать, социализм в нашей стране. Причем российский рабочий класс в начале 20 века рассматривался как один из самых реакционных в Европе. А потом он оказался… Ну, они ошибались. А потом, ну как, шел процесс революционизирования. Процесс революционизирования. И на этом пути, скажем так, российский рабочий класс смог построить советы, которые Ленин потом назвал наивысшей формой государственной власти, которая является гораздо более высокой формой государственной власти, чем буржуазная демократия. Да, она вообще тут неизмеримо выше. И помог крестьянам создать советы. Помог крестьянам обобществить производство. И сравнить, что было в 21-м году. Экономика, да? И экономика в 41-м году. За 20 лет. А у нас с 90-го года. Вообще-то прошло уже 30 лет. За 20 лет после гражданской войны. Там отголоски были и дольше, до 29-го года. С басмачами там долго сражались. Ну, возьмем с 21-го года по 41-й год. Они создали самую мощную экономику в Евразии. В Евразии. В Евразии. В Евразии во всей. Которая победила фашизм. Ну, не сама экономика, естественно. Великий советский народ победил фашизм во главе с рабочим классом. Который руководился, который создал и руководился коммунистической партией. Ну, тогда ВКПБ. Вот. Поэтому рабочему классу решать судьбу России. И надо сказать, что рабочий класс, он самый патриотичный в нашей стране. Буржуазия. Кампардорская понятность не все. У нее там на Западе все мысли и корни, и интересы, и все. И оттуда они управляются. Даже отечественная буржуазия, она патриотична до какого-то момента. И кроме того, патриотизм ее подрывается тем, что у них у самих активы за рубежом у многих. Из представителей отечественной буржуазии. А рабочий класс только навечно связан с интересами России. Россия будет развиваться, Россия будет, экономика будет подниматься, будет строиться, создаваться предприятий, реконструироваться рабочему классу. От этого лучше. Рабочий класс может жить без капиталистов. Это доказано. И лучше живет гораздо. А капиталисты без рабочего класса никак не могут. И наиболее развитые капиталисты, они отлично понимают, что, но их немного, к сожалению, что самое эффективное – это развитие производства, когда увеличивается, значительно увеличивается реальная заработная плата и увеличивается прибыль. Когда это возможно? Некоторые говорят, что это невозможно. Либо-либо. Нет, это возможно. Когда развиваются технологии, когда увеличивается производительность труда быстрее, чем рост заработной платы. То есть, производительность труда увеличилась, например, на 50% после реконструкции предприятия, заработная плата на 25%, а прибыль там вообще ушла в небеса. Потому что реконструированные предприятия, предприятие – это выигрывает конкуренцию других предприятий. Но это в рамках капитализма. И вот чем дальше загоняет класс капиталистов в Россию в застой? Вот сейчас реально, то, что сейчас в России происходит, называется застой. Кстати говоря, застой у нас в Советском Союзе в 70-е годы его не было. Рост 6-7-8% в год. Какой-то застой. А вот сейчас застой, потому что нулевой рост. С 2008 года роста практически нет. Так вот, буржуазия загоняет Россию в застой. И если не будет развития по 8-9-10% в год, а сейчас вот даже у нас настолько экономика медленно развивается, что вот возможность на основе технического обновления можно настолько быстро осуществить подъем при правильном управлении, при государственном планировании и долгосрочном программировании, что развитие России было бы обеспечено. Но если капиталисты этого не делают, а загнали страну в застой, ну чем больше они это загоняют, а в застой ладно, а когда в кризис, вот тогда уже понятно, что рабочий класс в очередной раз будет решать судьбу России. Он и сейчас класс патриотичный, класс-созидатель. На самом деле креативный класс – это рабочий класс. Потому что креативное слово create – создавать. Рабочий класс создает. Не вот эти креаклы, а вот рабочий класс настоящий – созидатели. По-русски – созидатели. Но рабочий класс может созидать не только средства производства и предметы потребления, а может созидать и развивать всю страну. Это доказывает в нашей истории. Это сейчас доказывается в Китае, до Вьетнама, в Северной Корее, на Кубе. Со всеми проблемами, которые там есть. Да. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...